И спешим напомнить, что в это воскресенье 11 ноября в 12 часов по местному времени во всех регионах нашей страны и за рубежом состоится географический диктант. И более подробно об этом событии нам сегодня расскажет Юрий Данилов, заместитель председателя отделения Русского географического общества в нашей республике, и Михаил Чиросов, руководитель комиссии по экологии и природоохранной деятельности отделения РГО нашей республики. Доброе утро. Итак, как я уже сказала, что в это воскресенье состоится географический диктант. Скажите, где именно он состоится? Состоится он на различных площадках. Всего по республике зарегистрировано более 300 площадок, по городу в частности более 40. Это в основном школы, образовательные учреждения, ну и, конечно, по округам, тоже в домах культуры, в детских учреждениях и так далее. Более точную информацию можно посмотреть на сайте РГО, там есть вкладочка диктант РГО и география диктанта. И можно ближайшую к себе площадку найти. Но я хочу сказать, что на одной площадке может быть участников зарегистрировано 10 тысяч. Поэтому, в принципе, количество площадок не столь важно. Например, у нас в СВУ зарегистрирована одна площадка, но реально он будет проходить практически во всех корпусах, более чем в 40 аудиториях. То есть, если население живет рядом с нашими учебными корпусами, то в любой из корпусов Северо-Восточного федерального университета можно прийти. Напомню, 12 часов, нужно подойти чуточку заранее. Скажите, пожалуйста, а нужно ли заранее где-то регистрироваться, чтобы стать участником диктанта? Ну, в принципе, для этого особо не нужно, потому что бланков есть запас. То есть, приходит человек, он получает номер 001, 002. И просто организаторы, они сами раздают, и эти бланки оказываются у человека. В дальнейшем идут вопросы, и он отвечает. Это такой тестовый режим. Там есть возможность поставить галочку, но где-то в основном нужно писать буквы. Это такая специфическая акция образовательная, о которой нужно думать. География вообще непривычная, где какой пролив, какая река находится. Немножко аналитическая такая вещь, где нужно иметь пространственное мышление. Оно, в принципе, для любого человека очень важно. А вообще, какие будут вопросы? Я, например, в прошлом году принимала участие в географическом диктанте. Набрала, каюсь, 57 баллов. Это нормальные баллы. Это нормальные, да? Неужели? Вопросы были сложные. Нужно было и литературу вспоминать, и историю. Да, да, да. Это вот как раз первый блок, он связан с понятиями. Второй блок, он связан с такой вот логическими вещами. А третий блок, это вот как раз изюминка, где нужно знать гораздо шире, чем просто география. И эта акция показывает, что география, это фактически большая область, где нужно знать историю, этнографию, литературу читать, стихи для знать, знать особенность архитектуры. Поэтому получается, что это вот такая комплексная такая область, которая, в принципе, повышает уровень интеллекта, финансий и в целом людей. Тест на эрудицию. А можно ли пройти этот тест вот не так вот очно, да, а по интернету? Это возможно? Можно пройти, да. Но это, значит, с 14 часов можно будет пройти онлайн. В этот же день, да? В этот же день, да. Поэтому лучше, конечно, пройти сначала, пройти оффлайн, как говорится, лицом face of face, а затем уже проверить еще раз свои знания можно. А, дополнительно. Нет, ну можно, конечно, и так, но просто учет количества участвующих идет по тем, кто реально придет на диктант. Да, и еще, знаете, там же можно сказать, что я участвовал, а в реальности не участвовал. Это очень сложно. И вообще мы за то, чтобы люди приходили, общались, приходили в школы, общались между собой. Многие вот в прошлые годы там такая энергия такая была, это было до каких-то праздничных акций, осохой и так далее. Это вот то, что объединяет, это фактически вся страна одновременно. Это праздник. Да, как праздник, там, Шойгу, Путин, Фетисов, все тоже пишут, сидят рядом со студентами МГУ простыми. У нас тоже вся страна одновременно садится наравне и все пишут. Соответственно, мы отправили приглашение и Асену Сергеевичу, и всем членам правительства, чтобы они пришли. Тоже приняли участие. Это, я думаю, очень хорошо. Хорошо, вот 11-го числа будет тест, а когда мы узнаем результаты? Когда они будут известны? Результаты будут, ну, по крайней мере, заявлено, что будут известны уже где-то в январе, по-моему, да? В конце декабря? Да, в конце декабря. Ну, там некоторое время, а потом... И еще, что самое хорошее, это же получается, человек получает номер. Идентификационный номер уникальный, который он сам заходит и получает информацию. И все, то есть никто не контролирует. Плохо ты сдал, хорошо сдал. Двойка теперь. У нас, например, вот 58 ваши, это выше среднее, республиканских довольно намного. Потому что есть такая закономерность, что люди более старшего возраста, они больше и качественнее отвечают. Например, вот категория от 47 до 60 с чем-то, она самая, больше всех баллов набрала. Но, с другой стороны, мы понимаем, что у нас очень много школьников, и это очень важно, что они именно... Составляют массу. Да, составляют массу. И то, что у нас может, среднее российское выше, чем у нас в Якутии, мы это объясняем очень просто. У нас очень много детей, много школьников, которые пока еще не все разделы знают. Пускай отвечают не очень правильно, но зато они в акции участвуют. Скажите, пожалуйста, а вообще по опыту предыдущего года и предыдущих лет, как якутияне вообще знаем географию? Ну, в общем-то, мы... Четвертый год уже проводится индиктант, и вот на протяжении первых двух лет мы занимали первые места по количеству участников. Но по качеству, конечно, мы... Ну, тоже колеблется, в общем-то, но мы где-то в серединке находимся. В прошлом году немножко ниже, чем средний балл мы получили в целом по Якутии. Ну, это как раз объясняется тем, что у нас более массовая швата. Потому что, ну, представьте, в маленькой Якутии, где меньше миллиона человек живет, а мы побеждали... Такие активные. Да, по количеству участников даже Москву побеждали. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе.